Все друг друга перекрывает. Где-то много льгот, а где-то много, наоборот, забирают. И у нас в общем итоге все равно получается, что налоги высокие. Пропорции, да, не случайны, потому что низкие они у одних, а высокие и у других. Ну, а вы что добавите к этому вопросу? Я как раз-таки согласна с Максимом по поводу прогрессивной шкалы. Так как у нас на 1% распределение по богатству. Сейчас я точно не скажу. Ну, я понял, о чем вы говорите. 1% населения нашей страны концентрирует в своих руках 65% активов всей экономики. Да, то как раз, возможно, стоит делать упор на налоговую базу этих субъектов. И что, собственно говоря, чем мы начинали-то? Опять же, льготы идут к кому? Ну, тековцам, тем, кто и так уже достаточно крупным олигархам, которые этим самым получают больше, так сказать, момента не платить налоги и сберегать средства. Тут еще важный момент. Чем хороша прогрессивная шкала налогообложения? Не только справедливым распределением, когда человек с меньшим доходом платит меньше налога, человек с большим доходом платит больше. Кстати, в этом случае мы видим вот этот аспект справедливости и эффективного распределения, когда менее состоятельная часть общества получает возможность получить качественное образование, доступ к системе здравоохранения, то есть стать более производительным работником в конечном счете. Но это одна сторона вопроса. Но есть и другая. Система прогрессивной шкалы налогообложения, подоходного налога, и, кстати, сюда нужно включить налог на дивиденды, как известно, у нас олигархи-то подоходный налог не платят. Они платят налог на дивиденды, а он отдельный, как бы специально выведен, что если вдруг когда-нибудь прогрессивную шкалу подоходного налога НДФЛ кто-то введет, олигархи от нее не сильно пострадают. Так вот, почему подоходный налог должен быть прогрессивным? В этом случае он стимулирует инвестиции. Это означает, что какой-нибудь топ-менеджер в компании или владелец бизнеса будет меньше прибыли компании распределять на свою зарплату, а больше на инвестиции. Потому что чем больше он распределит на свою зарплату, тем больше у нее заберет государство, он эти деньги потеряет. Скорее он их тогда будет стараться вложить в какое-то производство, в обновление основного капитала. Это будет хорошим стимулирующим инвестиции фактором. Учитывая, что Медведев на недавнем обращении к Госдуме обещал поднять норму инвестиций в экономике до 25% от ВВП, это как раз было бы очень уместным инструментом, если бы, конечно... А каким образом он это пытается? Вот каким образом интересно? Непонятно, как? Ну, как? Я даже не знаю, как. Если брать те инструменты, которыми пользуется правительство последние годы, то скорее оно будет вести к сокращению инвестиций, потому что падает спрос, и как следствие будут падать инвестиции. И, естественно, здесь мы не получим никакого существенного улучшения данной ситуации. Нужны кардинально новые меры, и в том числе прогрессивный НДФЛ и подоходный налог в целом могут бы стать хорошей вещью в этом случае. Мы, кстати, вот недавно решили уравнять налоги для иностранного капитала, то есть налогами среднероссийским, то есть на 13% для того, чтобы привлечь капитал... Это и предложение, по-моему, Силуанова, да? Да, 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 Силуанов об этом говорил, и это связано с тем, что внутренних инвестиций мало, хотят привлекать заграничные, но мне кажется, что это тоже не сильно повлияет, потому что... Тут на самом-то деле что? Тут не в налогах дело просто, да. Не в налогах дело, а кто будет получать эти льготы в первую очередь? Ну, явно не иностранные работники, которые приедут тут у нас трудиться и будут получать льготы. У нас в первую очередь едут трудиться сюда кто? Люди из бедных стран, и налогов они почти не платят, потому что половина работает в сервы. Российские олигархи, имеющие зарубежное гражданство, выступая резидентами других стран, государств, будут платить пониженный налог в России. Кстати говоря, в разгар санкции были же введены ряд послаблений для российских олигархов, попавших под санкции. Если они были налоговыми резидентами в другом государстве в учетный год, то в России их освобождали от налогов. То есть вроде один раз как уже заплатили. Если говорить об иностранном секторе, тоже интересно. У нас очень масштабные налоговые льготы иностранным компаниям. Например, по соглашениям о разделе продукции. Например, инвестиции в сырьевую отрасль, скажем, в нефтедобычу пришли какие-то инвестиции. И компания, осуществившая их, получает налоговый вычет. В прошлом году 100 с лишним миллиардов рублей недополучил бюджет, который ушел, по сути, иностранцам. Но зачем привлекать иностранные инвестиции в топливный энергетический комплекс? Зачем это нужно России? Мне совершенно непонятно. Они должны идти в наукоемкие производства. Они не идут. Открываются у нас сборочные цеха Мерседеса, например, и уходит там, правда, одновременно Форд. Но это же, по сути, отверточная сборка. Самые значимые элементы производства в Россию не переносятся. Есть там какая-то степень локализации до 50%, но все равно все наукоемкие элементы этого производства остаются за границей. И Россия просто используется как плацдарм с дешевой рабочей силой. Пожалуйста.